Всех приветствую, дамы и господа, с вами Артём. Сегодня у нас выходит последнее видео в 2016 году, и это будет у нас вот такое вот, наверное, предновогоднее поздравление. Оно будет без какого-либо сценария, монтажа и так далее. И это неспроста. Это не потому, что мне просто лень что-либо сейчас писать и монтировать, а просто потому, что это определённый будет итог. Это будет определённый итог подведения, скажем так, это будет определённое завершение старого формата. То есть я провёл тестовую, скажем так, тестовую работу канала в течение недели, получается, 24-го числа у нас стартанул канал в тестовом режиме. Я не говорил, что это тестовый режим, я никому ничего не рассказывал. Вот, и тест, в принципе, удался. Мне понравился тот формат, в котором я пустил канал, и именно в таком формате канал будет дальше продолжать развиваться. Если вам интересно, что конкретно будет на канале, то можете посмотреть предыдущий влог. Вот. И, собственно, почему я, повторюсь, записываю без сценария и монтажа? Потому что это будет последнее видео на канале, которое я записываю вот в таком формате, без какой-либо предварительной подготовки. Таких видео у меня в своё время было очень много, когда-то влоги только в таком варианте выходили. Потом я начал какое-то время пробовать и со сценарием, потом и когда-то отказывался и так далее. Но время идёт, нужно переходить, нужно двигаться в сторону качества, и теперь вот всё будет заранее тщательно прорабатываться. Поэтому вот такая вот болтология с кучей запинок, с забыванием тем, с кучей оговорок и так далее, вот такое видео, оно у нас будет последнее. Ну, стримы не считаются, стримы, они всегда идут в свободном полёте. Так вот, ребят, у нас заканчивается 2016 год, хотелось бы подвести какие-то определённые итоги, итоги года, что у нас было на канале, что было не только на канале. Хотя, наверное, особо-то мне и нечего рассказывать, что было за пределами интернета, что было за пределами моей деятельности. Вот, я могу только сказать то, что канал, конечно, в 2016 году штормило просто по полной программе. Действительно, канал бросался то в одну сторону, то в другую сторону. Меня вот тигры поздравляют, с Новым годом прилетело какое-то сообщение. Вот, постоянно то канал начинал работать, то переставал работать, то были какие-то паузы, то я говорил, что заболел. Когда я действительно болел, я вообще в этом году умудрился болеть достаточно много и часто. Я в этом году побил рекорд, давненько не было такого, чтобы я 3-4 раза за год заболевал. Но вот такое тоже происходило, и в какие-то моменты меня уже окончательно вырубало, и канал улетал на достаточно такой продолжительный промежуток времени. Ничего не выходило, то есть даже вот были проблемы с авторскими правами. YouTube поменял алгоритм, многое изменилось в самой структуре YouTube. И под это тоже надо как-то сейчас теперь подстраиваться. То есть произошло много всякого, но я при этом хотел бы сказать то, что не все так печально, не все так негативно. Но и были такие вот моменты, то есть такие прям очень охренительные моменты, о которых в начале года даже можно было не мечтать изначально. Не было даже идей, не было даже предположений, что такое вообще будет, что что-то такое случится. Но действительно, благодаря подписчикам случилась такая замечательная вещь. Сбылась мечта идиота, стародавняя мечта. Я наконец-то обзавелся консолью Sony PlayStation 4. И у нас на канале, благодаря этой консоли, благодаря зрителям, которые помогали собирать на эту консоль, Собственно, у нас на канале появилось большое количество интересных игр, которые были как раз эксклюзивами, в которые хотелось бы поиграть, которые у меня люди просили еще давным-давным-давно, еще даже на первом канале. Я помню, когда после прохождения Фрингейта, еще, по-моему, в 2012 году, народ мне писал в комментариях в больших количествах то, что «А будет Heavy Rain? А когда Heavy Rain?» Но не было консоли, не мог я пройти Heavy Rain. Вот, теперь у нас на канале есть Heavy Rain. У нас, собственно, у нас практически, ну, почти все эксклюзивы, которые я хотел в свое время приобрести, я их приобрел. И сейчас их все можно посмотреть у меня на канале. Вот, это действительно здорово. И, собственно, будем дальше продолжать. Что касается, опять же, в этом году, в этом году, по-моему, вот, я, честно говоря, даже не вспомню, Don't Play был ли в прошлом году или в этом году он начался. Но я точно помню, что в этом году вышел второй выпуск. Вот. Какие-то звуки посторонние влезают все время в сегодняшний подкаст-облог. Вот. Ну, в общем, у нас выходили несколько новых выпусков. Были даже несколько креативных видосиков, которые были абсолютно неформатные. То есть, я попробовал себя немножко в юмористическом ключе. То есть, там, прожарка Даркнелора или хрен знает сколько фактов обо мне, или Даркнелор читает комментарии. Было достаточно весело и забавно это все дело записывать. И я, судя по отклику, по отзывам людей, вроде как у меня это получилось. Так что я буду пробовать, наверное, этот жанр дальше развивать. Вот. Тем более, что Don't Play новый готовится. Вот. И теперь небольшая информация. Собственно, это действительно последнее видео в этом году. 30-31 я уйду на отдых. А с 1-го числа, с 1-го января канал начнет уже полноценную работу именно в том формате, какой я протестировал с 24-го числа по 29-е. Вот. С прошлой пятницы по сегодняшний четверг. Пятница, по-моему, была. Вот. И вот, опять же, хотелось бы оговориться. Пятница, канал будет работать в праздничные дни после Нового года. Он будет работать в щадящем режиме. То есть, это будет выпуск только передач Dark No Lore News. Утренняя новостная передача. И будут стримы. Стримы будут часа по 3, то есть не больше. Вот такие вот. В течение праздничных дней. После праздничных... То же самое, вот такой же щадящий режим у нас будут выходные дни. А что касается будних дней, там все по полной программе. То есть, там будут выходить крупные передачи. Там будут и игрокульты, и games like art, и don't play, и вебтейл. Сейчас у меня готовится один по Эдгару Аллуну По. И будет что-то еще. Да, ларологию я планирую вводить уже вот эту передачу. То есть, у нас будет много всего интересного. Вот, ребят. Ну, собственно, это, наверное, все, что я хотел сказать по поводу канала. Вопросов, как таковых, в принципе, я не замечал в последнее время. Вот. Единственное, что могу сказать. Год получился достаточно тяжелым, наверное. Блин. Я себя чувствую сейчас президентом России, который каждый год говорит, этот год был очень тяжелым, мы преодолевали его. Ну, да, действительно, год получился достаточно тяжелым, и конец года, он весьма такой сумасшедший получился, как и предыдущий, видимо, год. Очень интересное совпадение получилось там в нескольких вещах. Но, тем не менее, я надеюсь, что из этого года вы, я и все остальные возьмем все самое хорошее, все самое дерьмо оставим где-нибудь там, где-нибудь там, и потащим за собой в 17-й год. Все хорошее я имею в виду. И я надеюсь, что 17-й год у нас действительно будет хорошим. Я надеюсь, что он у нас получится достаточно продуктивным. Я надеюсь, что получатся какие-то цели, которые я себе сейчас наметил. Я надеюсь, что я их смогу добиться. И я очень надеюсь на то, что у нас получится нехило пролезть, нехило, наверное, прорваться с нашим каналом вперед. Вот, ребят. Ну, и вообще всем я хочу пожелать в Новом году счастья, здоровья, ну и прочего-прочего, чтобы у вас мечты сбывались. Только уточню два варианта. Либо чтобы они у вас сбывались все, но вы обязательно новые мечты придумывайте. Вот, Иннокентий, он там сидит, и он тоже как бы со мной согласен, я думаю. Либо, пускай, наверное, у вас сбываются не все мечты, иначе вам мечтать будет не о чем. Ну вот, ребят, на этом, в принципе, все. Всех с наступающим Новым годом, с наступающим 2017 годом. На этом все, с вами был Артем, всем всего хорошего, пока!